Сегодня существуют медицинские и научные доказательства того, что если человек будет находиться в приятном состоянии 24 часа, не испытывая ни мгновений беспокойства, раздражения или тревоги, если он просто будет счастлив на протяжении 24 часов, его интеллектуальные способности увеличатся на 100%. Правда? Да, ваше тело и ум будут функционировать гораздо лучше. И сегодня мы можем доказать это с медицинской и научной точки зрения. Химический состав вашей крови изменится. Всё в вас изменится, если вы просто будете оставаться радостными в течение 24 часов. Как же нам достичь этого? Для этого нужно медитировать, заниматься йогой. Что нужно делать? Как нам прийти к этому? Я бы не хотел использовать слово «йога», потому что когда я вижу, какой йогой люди занимаются на Западе, особенно в Америке, это пугает меня. Почему? Что с ней не так? Потому что йога — это очень тонкая технология. Это не физические упражнения. Люди думают, что это упражнение. Если вы просто хотите быть в хорошей физической форме, займитесь теннисом, плаванием, отправьтесь в поход в горы, и вы будете в хорошей форме. Для этого не нужна йога. Понимаете, йогическая система — это сложная наука о приведении геометрии вашего тела в соответствии с геометрией космоса. Когда я говорю о приведении геометрии тела в соответствии с геометрией космоса, необходимо понять, что Солнечная система функционирует словно гончарный круг, создавая это тело. Адь-йоги, первый йогин, более 15 тысяч лет назад сказал следующее. До тех пор, пока тело человека не эволюционирует, других путей нет. А тело человека не может эволюционировать, пока не произойдут фундаментальные изменения в Солнечной системе и расположении планет. Современные неврологи говорят о том же самом. Поразительно, что спустя 15 тысяч лет они говорят об этом. Один важный вопрос, который интересует многих людей — может ли человеческий мозг эволюционировать? Теперь же говорят, что человеческий мозг не может эволюционировать из-за физических законов, а не из-за неврологических принципов. Единственная возможность для его развития — увеличение либо размера, либо количества нейронов мозга. Но если вы увеличите нейроны в размерах, потребление ими энергии может стать непосильной нагрузкой для вашего тела. Даже сейчас, когда вы просто сидите здесь, ваш мозг потребляет 20% вырабатываемой энергии. Такая маленькая часть тела. Но прямо сейчас он потребляет 20% вашей энергии. И на остальное тело приходится 80%. Вы замечали, что когда человек слишком много нервничает, он теряет в весе? Да, у меня так бывает. Да, бывает. Вот почему многие люди такие худые. Может, не из-за физических нагрузок, просто они много переживают. Так что физические законы не позволят человеку увеличить размер нейронов. А увеличение количества нейронов лишит вас ясности мышления. И причиной этому являются физические законы. А они — лишь следствие движения нашей планеты относительно Солнца и других планет системы. Поэтому пока не изменятся физические законы, то есть пока не произойдут радикальные изменения в Солнечной системе, мозг человека не сможет эволюционировать. Об этом говорит современная неврология. И об этом говорил Адь-йоги 15 тысяч лет назад. До тех пор, пока не произойдут кардинальные изменения в Солнечной системе, тело человека не эволюционирует. Он сказал, вы можете научиться использовать тело эффективнее, но оно не может эволюционировать. Адь-йоги 15 тысяч лет.